Это важный, самый взрослый пациент, но есть дети, которые тоже нуждаются в лечении. И это трудно остаться без лечения. Дай я, дай я, дай я, все хорошо. Никто вас не оставит без лечения? Еще лет 10 назад словосочетание «арфанная болезнь» было незнакомо большинству людей в нашей стране. Сегодня такие труднопроизносимые диагнозы, как мукополисахаридоз или спинальная мышечная атрофия, вошли в наш обиход. Пациенты объединяются и требуют от государства внимания и бесперебойного лекарственного обеспечения. Потому что, как и все остальные, хотят жить. 1 января государство по мировому опыту хотят передать наших детей, отказаться от государственного обеспечения и хотят передать фонду. Но мы не можем взять другие заболевания. Ни в какой стране мира благотворительность не может потянуть такие расходы. Вся схема сегодняшнего обеспечения не работает. К сожалению, слышащего министерства здравоохранения у нас на сегодня нет. Нам дешевле, если вы все умрете. Да, так получается? Вы понимаете, что это очень тяжелый социальный вопрос? Абсолютно. Это 1 миллиард тенге отдать. И нет ни одного клинического мониторинга. Вот, Вера, как вы думаете, это же деньги налогоплательщиков в конце концов? Правильно. Да. А почему нет? А мы вот стоим с вами и задаем друг другу. А кому? Вот, вопрос как бы, да. Вот сейчас мы будем решать. Вы смотрите программу «Медицина КИЗ». Меня зовут Вера Захарчук. Мы здесь, как всегда, говорим честно о самом главном. Здравствуйте. Уже несколько месяцев в Казахстане пациенты с орфанными редкими заболеваниями, родители детей с такими диагнозами и общественники бьют тревогу, обращаясь за помощью к СМИ, блогерам и даже к президенту Тукаеву. Дело в том, что из открытых источников они узнали, что 1 января 2025 года Министерство здравоохранения планирует передать закуп дорогостоящих жизненно необходимых орфанных препаратов для их лечения в благотворительные фонды. Они это объясняют тем, что это международный опыт в развитых странах. Им дали указ сверху, я так поняла, им дали на оптимизацию бюджета, и они решили именно за счет орфанных пациентов, за счет дорогостоящих средств, которые превышают 3 ВВП. Это 15,5 миллионов тенге в год на одного пациента. Они решили таким образом решить. Пациентские организации обратились с письменными запросами в Минздрав с просьбой разъяснить ситуацию, на что получили ответы, что да, планы такие действительно есть, и основываются они на поручении главы государства 20 декабря 2023 года. Цитирую, в целях оптимизации финансирования проводится работа по изменению законодательства, и министерство считает целесообразным осуществить поэтапный перенос финансирования за счет благотворительных средств фонда, имеется в виду Казахстан-Халканам. Причем, каким образом это будет реализовано, никто не объяснил. Пациенты в растерянности, они боятся, что при такой ситуации просто завтра лишатся гарантий на бесперебойное лечение, а значит и жизни. Наши фонды Казахстана не в силах обеспечить наших детей. Средства очень дорогостоящие, и они нуждаются всю жизнь. Жизнь сына Айгерима, 8-летнего Ильяса, зависит от еженедельной ферментозабестительной терапии у мальчика мукополисахаридоз, синдром Хантера. Это не только тяжело произносимое слово, но и страшный диагноз, который без должного лечения приводит к инвалидности и преждевременной смерти. Из-за мутации гена, ответственного за продукцию определенного фермента, в клетках организма у таких людей со временем поражаются все системы. В первую очередь печень, сердце, суставы, легкий позвоночник. Снижается зрение и слух, страдает центральная нервная система. Вылечиться от недуга нельзя, но очень хорошо помогает терапия, которая с 2011 года пациентов в Казахстане обеспечивает государство. Неделю один раз ребенок получает ферментозаместительную терапию и до разосульфата, и до сегодняшнего дня государство обеспечивает наших детей. И мы очень благодарны государству, так как они заботятся о социальных уязвимах. На данный момент у меня детки бегают, хотя мы уже потеряли слух до препарата. Из-за этого у меня младшие чуть-чуть уже сейчас слышат, говорят какие-то слова, отдельные слова. Мама, мама, папа, дай. Педагоги говорят, что есть прогресс в этом году большой. У Саули-Жемпьесовой двое особенных деток с мукополисокаридозом. Нурдаулет и Багдаулет лечатся почти с рождения. Чем раньше начинаю ферментозаместительную терапию, тем больше шансов у ребенка, чтобы жить полноценной жизнью. Я думаю, что мы живем полноценной жизнью, потому что мы их посещаем, реабилитационный центр, как бы садик, посещаем все игровые центры. Такие дети могут жить долго. Сейчас в мире проводят очень много клинических исследований. В Америке, в Канаде, в Испании. Они могут жить в дальнейшем полноценной жизнью, и они могут на свет производить здоровье детей. О том, что люди с диагнозом мукополисокаридоз могут жить полноценной жизнью при условии непрерывного лечения, собственным примером доказывает и сама Трамазанов. В Казахстане он самый взрослый пациент, ему 34. Диагноз не мешает ему возглавлять общественный фонд пациента с МПС. Еще он работает больничным клоуном, отучился на режиссера, пробует себя актером в кино. Я вообще считаю себя здоровым, полноценным. Но действительно он так и есть, потому что диагноз в любом случае не приговор, как многие считают. От лица всех пациентов с мукополисокаридозом и редким заболеванием, хотелось бы сказать, что мы все категорически против того, чтобы обеспечение всех пациентов передавалось в общественные фонды. Республиканский бюджет – это ведь не только сам факт финансирования. Это еще и гарантия равенства. А сейчас получается как? Закон один, а лекарственное обеспечение для людей совершенно разное? Сегодня в Казахстане пациентов с редкими заболеваниями обеспечивают из трех основных источников финансирования. Республиканского бюджета в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджета местных исполнительных органов и средств общественного фонда «Казахстан-Халкана». Фонд закупает дорогие препараты и, как правило, те, которые не зарегистрированы в Казахстане. Сегодня фонд «Казахстан-Халкана» обеспечивает 400 пациентов на 30 миллиардов в год. И будет продолжать вести тех детей, которые вошли уже в наши программы. Но мы не можем взять другие заболевания. Нужно понимать, что в фонде аккумулируются негосударственные деньги. И нет постоянного притока таких средств. Сейчас вот у нас в перечне орфанных, по-моему, 66 заболеваний. И получается, 49 из них они хотят передать на обеспечение благотворительных фондов. Надо отмечить то, что не все охотно, спонсоры, хотят финансировать лечение орфанных заболеваний. Доноры хотят больше видеть что-то такое осязаемое, ощутимое, оборудование, больницы. Но потому что это нужно постоянно финансировать это заболевание. Деньги имеют свойство кончаться. Если бы у фонда была бы модель, как у примера, как у российского фонда «Круга добра», фонд конкретно направлен на поддержку орфанных заболеваний. В данном случае «Казахстан-Халкна» имеет 80 благотворительных программ образования. Это помощь пострадавшим в ходе ЧАЭС, другие. И на все нужны деньги. Но некоторые чиновники относятся к лекарственному обеспечению редких пациентов, как что это нецелесообразно, что это деньги на ветер. И это, конечно же, очень грустно слышать от таких людей. Приходится апеллировать и доказывать, что каждый имеет право на жизнь, на здоровье. Это важный, да, самый взрослый пациент, да. Но есть же дети, которые тоже нуждаются в лечении. И это трудно. Остаться без лечения. Дай я, дай я, дай я, дай я. Все хорошо. Никто вас не оставит в лечении, слышишь? Практически со слезами на глазах обратилась к нами и семья Иртаевых. Дети у Жаксалыка и Бутагос родились с редким генетическим диагнозом СМА – спинальной мышечной атрофии. Заболевание поражает двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к отмиранию мышц. Сначала они слушаются ножки, потом доходят до мышц, отвечающих за глотание и дыхание, и ребенок умирает. Таких детей в нашей стране около 120. Ситуация с их лечением в стране с 2022 года значительно нормализовалась. Жизненно важные препараты, за которые родителям еще пару лет назад приходилось отчаянно бороться, собирать миллионы на их покупку в соцсетях, сегодня закупает государство. Самый дорогой в мире – зал Генсма, цена которого доходит до миллиарда тенге, приобретает фонд Казахстана Халкана. Обычно пациенту необходим только один такой укол. Главное – поймать диагноз на раннем этапе и сделать его ребенку до двух лет. Сын Иртаевых, маленький Ахмат, его уже получил, а вот сестре Каусар необходимо теперь только пожизненная терапия, так как диагноз ей поставили поздно. Девочке помогает препарат Нусинерсен или спинраза. В первый год нужно поставить 6 уколов спиной мозг, в последующие по 3, и так всю жизнь. А стоимость одного – около 50 миллионов тенге. В Казахстане препарат зарегистрирован, и Каусар его до недавнего времени получала от государства, но со следующего года этот шанс на полноценную жизнь у девочки могут отобрать. Мой последнюю дозу, пятую дозу, официально мы брали в апреле в этом году. Ну, все. И вам уже сказали, больше не будет? Да. Уже официально? Официально, да. В поликлиниках, да? И не сказали, кто теперь вас обеспечивает. Вы не у Халкена, вы нигде, да, теперь не получили? Да. А вот фонд «Казахстан-Халкена» сейчас отказывается, потому что бюджета от государства, от Минздрава нету, говорят. Спинраза вам хорошо помогает? Улучшение, конечно, эффект есть. После получения первого дозы у нас сразу эффект пошел. Тонус повышался. Она сама сидит, сама принимает еду, пьет воду. Спинраза нам очень нужна, как воздух нам нужен же. Потому что, если не получив этот укол, ну, получается, если, грубо говоря, летание случая же будет, это умрет. Те средства, которые были потрачены на препараты ранее, к сожалению, сегодня наш Минздрав хочет выкинуть в мусорное ведро. Вот эти вот пациенты наши, они получат откат. К сожалению, это так. Если они прерывают лечение, то эффект от лечения, он обнуляется. Вот это очень печально. И мы никак не можем донести это до руководства нашей страны, что нельзя так относиться ни к деньгам, ни к детям, ни вообще к пациентам. Учитывая сбои в получении лекарств, которые сегодня возникают с фондом Казахстана-Халкана, общественники опасаются, что при полном отказе от бюджетного финансирования ситуация станет еще хуже. Чтобы достучаться до Минздрава, на прошлой неделе они организовали пресс-конференцию с участием представителей международного пациентского сообщества из России и Европы, где были озвучены конкретные вопросы ведомству. Почему новые и дополнительные заявки пациентов, чьи препараты утверждены и по сей день находятся в списке АЛО, амбулаторно-лекарственного обеспечения, почему эти заявки остаются без рассмотрения? Второй вопрос. На каком основании сокращаются государственные гарантии о лекарственном обеспечении граждан страны? Можно ли доверять фонду Казахстана-Халкана новых пациентов, если он систематически прерывает их лечение? И еще один важный вопрос, который мы задаем на протяжении 7 лет. Почему государство не внедряет скрининг новорожденных и молодых родителей с целью профилактики генетических заболеваний, если нет денег на лечение? За ответами на все эти вопросы мы пошли в Минздрав. Сначала нам обещали дать компетентных спикеров для интервью, потом встречи по странным причинам отменяли, но в итоге мне все-таки удалось взять комментарий у министра. Правда, интервью с Акмарал Аль Назаровой было не запланированным, я с ней буквально столкнулась в стенах корпоративного фонда ЮМС и уже, конечно, не отпустила. На открытие Республиканского центра орфанных заболеваний, который, кстати, и призван, как оказалось, решили все проблемы у пациентов с редкими диагнозами в Казахстане, но обо всем по порядку. В общем, начала я с главного о планах поэтапного перевода финансирования закупа дорогостоящих орфанных препаратов благотворительным фондом. На что получила такой ответ? В никаком поэтапном переводе на благотворительные фонды сегодня вопроса нет. Есть вопрос нормативного урегулирования сложившегося уже факта, потому что благотворительный фонд сегодня закупает. Гарантированный объем сегодня закупает. 91 миллиард тенге выделено, препараты пациенты получают. На сегодняшний день никакого дефицита нет. Но нам нужно урегулировать в целом через создание реестра, через правильное планирование лекарственных препаратов, через четкое понимание источников финансирования. Поэтому здесь мы просто хотим сейчас навести порядок для того, чтобы была устойчивая, прозрачная система планирования и обеспечения. Тогда мы решим, что вы в официальных письмах некорректно людям ответили. Сейчас мы еще раз посмотрим, какой там... Получается так, да? Получается так. Мы изучаем сейчас международный опыт. Вопросов об включении или исключении каких-либо препаратов из перечня амбулаторного лекарственного обеспечения сегодня не стоит. Никакого пока нормативного акта принято не было. В рамках поручения главы государства от 7 февраля в целом изучить этот опыт мы эту работу сегодня проводим. Думаю, что сейчас никаких в целом предпосылок для волнения родителей детей с орфанными заболеваниями или взрослых пациентов не должно быть. А то, что на местах уже людям отказывают на будущий год? Ну вы мне скажите кто-то. Если конкретно кто-то есть, давайте будем разбираться. Это проблема на местах, вы считаете? Да. Вот сейчас только начался. В целом мы сегодня где-то через полтора-два месяца только приступим к процедуре закупа и формированию. Сегодня мы формируем заявки в целом по лекарственному обеспечению на 25-й год. Поэтому каждый пациент, который сегодня есть в Казахстане, он будет учтен. То есть у людей складывается ощущение, что вы снимаете с себя эти гарантии по закупу? Да. Абсолютно нету такой постановки задач абсолютно не ставится. Мы хотим навести просто внутри этих потоков денежных порядок 91 миллиард тенге отдать. И нету ни одного клинического мониторинга. Вот, Вера, как вы думаете, это же деньги налогоплательщиков в конце концов? Правильно. Да. А почему нет? Ну вот это не вопрос, не задаем друг друга. Это вопрос как бы, да. Ну вот сейчас мы будем решать через создание этого центра, через упорядочение как бы в целом вот этих препаратов. По ценообразованию я сейчас посадила группу, они начали делать мониторинг, потому что там тоже есть очень большие вопросы. Вообще очень часто, да, вам приходится слышать от чиновников, что ну это нерационально содержать столько людей с редкими болезнями. И вы же понимаете, что есть сахарный диабет, онкология, а это большинство. Мы лучше вылечим большинство, а меньшинство выживет само. Если бы обеспечивали также и пациентов с сахарным диабетом, но на самом деле этого нету, сейчас из ОЛУ исключили препараты для сахарного диабета, онкологические, для миостении. Да? Диабетиков, огромная армия диабетиков-то сегодня лишилась государственного обеспечения, потому что их исключили из ОЛУ уже. Следующие мы. Вот какое это объяснится? Там была такая ситуация, значит, в прошлом году было дополнительно включено 38 наименований препаратов, и по ним сегодня нету соответствующего бюджета, без, понятно так, как бы, без соответствующих финансовых ресурсов мы этот вопрос решать не можем. Сегодня эти препараты не исключены, этот приказ мы в целом приостановили для того, чтобы изыскать соответствующие средства. То есть, что людям в поликлиниках уже отказывают, это не значит, что этих препаратов не будет закуплено? Мы установили его до первого. Да. Какие-то препараты по пятишестенной нозологии, они закуплены. Те препараты, которые сегодня, в принципе, имеют замену в перечне ОЛУ, и просто мы где-то, может быть, сузили спектр, по которому есть выбор, как бы, у пациента и у врача, допустим. Но это абсолютно обоснованное решение, потому что сегодня оно не подкреплено бюджетом. Но скажите честно, что происходит? Что денег в стране непонятно? Паводки, всякие вот эти вот социальные напряжения не дают вам денег? Нет, не в этом дело. Сейчас нам нужно самим внутри разобраться. Вся схема сегодняшнего обеспечения, как регионального, как централизованного и даже все вместе с благотворительным фондом «Казахстан-Халхана», как мы видим, это не работает, потому что нет конкретной ответственности Министерства здравоохранения за помощь орфанным пациентам. Министерство здравоохранения, передав пациентов самыми дорогостоящими препаратами, не зарегистрированными в стране, просто бросило и всё. Нет контроля. Со стороны врачей идут назначения, но это не зарегистрированные препараты. В протоколах лечения этих препаратов нет. То есть нет у них мониторинга, контроля за назначением, за генетическими анализами, за тем, как действует этот препарат, помогает, не помогает. Всё это должно контролироваться Министерством. Мы требовали от Министерства здравоохранения, чтобы все эти препараты включили в протоколы лечения, чтобы врач был защищён своим назначением препарата на орфанного пациента. Ира, вот Казахстан-Калканай сейчас эти же вопросы задаёт нам. Это системные вопросы, к сожалению, которые требуют времени определённого. Мы над этим работаем. И сегодня вот этот центр как раз-таки призван обеспечить вот этот мониторинг, координацию работы. Я для себя вот решила, что нам нужен центр, который будет именно под крылом Юрия Владимировича Пя, которому весь народ доверяет. Я доверяю, что это будет прозрачно, эффективно в первую очередь. И действительно будет и мониторинг, и здесь очень сильный научный потенциал же. Это республиканский центр, который будет сидеть в республике, но он создаёт сейчас реестр пациентов по всей стране. И все пациенты, которые требуют дополнительного какого-то обследования, они будут приезжать здесь. Из 66 наименований орфанных заболеваний по 56 здесь есть койки специализированные. Такой республиканский центр орфанных заболеваний в Казахстане нужен был давно. И мы очень надеемся, что он действительно постепенно улучшит качество медицинской помощи и жизни пациентов с редкими диагнозами в стране, которых по официальной статистике у нас более 80 тысяч, 21 тысяча, а 495 из них дети. Но на самом деле больных гораздо больше, единого регистра пациентов до сих пор в стране не существует, а без чёткого понимания того, сколько у нас орфанных больных, невозможно планировать и финансированием. Нет у нас и национальной программы скрининга молодых семей для профилактики, А ведь чем раньше выявляешь такое заболевание и начинаешь необходимую терапию, тем эффективнее её результат, лучше качество жизни детей, ну и экономия госбюджета в итоге. Доля финансирования препаратов для лечения редких пациентов в Казахстане сегодня составляет более 30% от общего бюджета амбулаторного лекарственного обеспечения в стране. К примеру, средняя стоимость курса терапии в год одного пациента с мукополисахаридозом составляет более 130 миллионов тенге, при спинальной мышечной атрофии – 168, а при мышечной дистрофии дюшена – более 147 миллионов. Если мы сегодня начнём заниматься профилактикой, то, возможно, через 10 лет нам не нужно будет говорить о том, что 50% бюджета идёт на лечение орфанных препаратов. Можно снизить рождаемость людей с редкими заболеваниями. Каким образом? Первое – это должен быть скрининг молодых людей, планирующих семью, да, на такие заболевания, на самые распространённые, на моногенные заболевания, такие как СМА, как мышечная дистрофия дюшена, муковисидоз, такого нету скрининга, к сожалению. Второй момент – когда уже родились дети, неонатальный скрининг, новорождённых. То есть на этапе, на таком возрасте, если как раз-таки будем делать скрининг, тоже можно избежать. Сократить на 25% можно сократить рождаемость именно последующих детей с такими заболеваниями в семье. Ну, к сожалению, об этом думать некому у нас. Ни в Минздраве, ни в правительстве, да. Мы хотим экономить вот так вот, просто топором вот так вот рубануть и сказать, что нам нужно сейчас сэкономить, и вот мы сейчас, вот какую-то там часть населения, мы лишим лечения. А экономить вдумчиво, планировать на несколько лет вперёд, ну, к сожалению, таких, ну, мы не видим людей в Минздраве. Нам дешевле, если вы все умрёте. Да, так получается? Министр Акмарау Аль-Назарова уверила, что и об этих проблемах она знает. И пытается их решить. Ну, к этому вопросу тоже сейчас приступаем. Есть генетические лаборатории, там тоже есть вопросы в целом по разрозненности этой службы. Есть необходимость в новые ещё виды генетических исследований, на более широкий спектр и так далее, которые применяются в развитых странах. Но основной спектр мы сегодня проводим. Не можем мы всем подряд делать на СМА-анализ, допустим. Но есть нервно-психический скрининг, который, начиная с рождения, значит, на местах врачи должны проводить. Сегодня этот скрининг не протарифицирован. Он утоплен в комплексном подушевом нормативе. Я этот вопрос ещё, ну, как бы, в последний год точно поднимаю. И сейчас я уже дала поручение, чтобы провели тарификацию. Я считаю, что на такие фонды, как «Казахстан Халкана», на благотворительные фонды, можно направлять какие-то отдельные проекты. К примеру, ну, хорошо, если у нас государство не справляется с тем, что не запускается программа раннего скрининга. Но можно было бы как раз-таки фонду «Казахстан Халкана», как в России. Кстати, в России занимается тоже этим фонд «Геном жизни». И на самом деле это эффективно. В России с 123 года стартовала национальная программа скрининга новорожденных, которая охватывает на сегодняшний момент всё население страны. Уровень покрытия составляет порядка 99% новорождённых пациентов. И это позволило уже в прошлом году выявить порядка 120 пациентов только со спинальной мышечной атрофией, ну и, конечно, с другими заболеваниями тоже, которые смогли получить лечение сразу же в течение месяца после постановки диагноза до появления симптомов, что говорит о том, что у нас есть возможность получить практически здоровых пациентов. И это ценность ранней диагностики и внедрения таких программ, если мы хотим повысить эффективность применения лекарственных препаратов. У нас на сегодняшний момент порядка 89% всех пациентов со СМА обеспечена лекарственной терапией. Дети обеспечивают за счёт государственного фонда и федерального бюджета. Когда мы говорим про взрослых пациентов, уровень покрытия у нас на сегодняшний момент порядка 71% в стране. И это связано с тем, что взрослые обеспечиваются через государственный бюджет субъектов, то есть регионов Российской Федерации. Секрет такого успеха в уникальном механизме лекарственного обеспечения, который представляет собой фонд «Круг добра». В 2021 году в России повысили налог для людей с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей. С 13% до 15%. И вот эти 2%, которые получает государство дополнительно, направляют в фонд помощи детям с редкими жизнеугрожающими заболеваниями. Сегодня это порядка 89 болезней. Таким образом, через этот фонд за федеральный бюджет нас обеспечиваются дети в возрасте до 19 лет. Во-первых, это стабильное и прогнозируемое финансирование. Максимальный срок сегодня обеспечения составляет не более двух месяцев после постановки диагноза и одобрения пациентов фондом. Но это же политическое решение было такое волевое президента страны Путина, потому что это изменение налоговой системы. Да. Это было не сразу. Это была, в общем, большая компания такая. То есть это потребовало времени для того, чтобы, скажем, волна от общества, она дошла до самого верха. И чтобы было понятно, что с этой проблемой нужно реально что-то делать. Вот не хочется повторять чужие ошибки. Большая волна социального напряжения. Есть хороший опыт? Можно перенимать и делать? Мы сейчас видим, что, в общем, это все работает стабильно. Ни в какой стране мира благотворительность не может потянуть такие расходы. Это либо страховые выплаты медицинской системы в странах таких, как США, Англия, либо, ну, в России это фонд «Круг добра». Надо, конечно, понимать, что это должно быть решение на государственном уровне, да, и это социально значимое решение. Надо тем, кто наверху, это понимать. Мы вышли на круглый стол, к депутатам нашим обратились. Я выступила с предложением, на котором я настаиваю, и наши подопечные, орфанные пациенты тоже настаивают, чтобы государство сегодня организовало национальный государственный орфанный фонд, чтобы это обеспечение было от государства, чтобы оно было бесперебойное, непрерывное, и это должны быть неблаготворительные фонды. Мы будем бороться вместе с нашими подопечными до конца, чего бы нам это ни стоило. Вы понимаете, что это очень тяжелый социальный вопрос, да? Абсолютно. Ни один пациент с орфанным заболеванием или с другим социально значимым заболеванием, он не останется без лекарственного обеспечения. Мы больше, чем другие, в первую очередь, как Министерство здравоохранения, стоим на страже здоровья каждого пациента. И я как мама, и как педиатр, и как бы, да, как организатор здравоохранения, я абсолютно это понимаю. Я считаю, что сегодня нам нужно дать возможность в целом систематизировать и выявить те проблемы, которые сегодня есть, для того, чтобы создать устойчивую, прозрачную, в первую очередь, эффективную систему. Вы это будете обсуждать с общественниками, с правительствами и всем остальным? Мы должны сейчас... А что сейчас вы этих совещаний не проводите с общественниками? Потому что мы сами сегодня на стадии такого глубокого анализа, который мы сегодня проводим, да, изучаем опыт. А опыт этот международный весьма разнообразен. И, в принципе, использовать можно любой из примеров. Главное, чтобы он действительно помогал людям. Несмотря на дороговизну орфанных препаратов, во многих странах доступ к ним обеспечивает государство. Особенно активно по этому пути идут развитые страны. Для них это одна из приоритетных задач, потому что там понимают, что вложение в здравоохранение – это не расходы, а инвестиции. И в европейских странах даже не с самыми высокими экономическими показателями дорогие лекарства, особенно детям закупают нацфонды. Наглядно, статданные по этому вопросу нам продемонстрировала ответственность секретарь Европейского альянса Ассоциации нервно-мышечных диагнозов ИПЕК Бадергали. Я бы хотела напомнить о международных обязательствах, которые имеют место быть. В 2019 году Казахстан присоединился к резолюции ООН о всеобщем охвате услугами здравоохранения. Целями устойчивого развития ООН является равный доступ к лечению всех граждан и социальная справедливость в отношении здоровья. И я бы хотела передать слова поддержки казахстанским пациентам с орфанными болезнями от президента Европейского альянса Ассоциации нервно-мышечных заболеваний. Наши коллеги и мы очень надеемся, что все пациенты в вашей стране получат равный доступ к лечению, в котором они так отчаянно нуждаются и которые они заслуживают. А человеческие, прошу вас, вот лично сама, редко вас вижу и все, потому что, ну, я вот пять лет почти делаю программу о медицине, я вижу этих людей, вижу эти проблемы, знаете, изнутри, изнутри. Вы же не всегда иногда, да, там, где тоже вы менеджер, где-то депутатом были. Это же понятно, что надо вот щупать руками-ногами, чтобы понять и сделать это правильно для людей. Но я вас очень прошу, не подписывайте эти бумаги, и не принимайте решения вот так вот, как это делается сейчас, потому что это жизни людей, вы это знаете лучше меня. И если вам нужна наша помощь, как СМИ нормальных, да, мы всегда готовы тоже открыты, потому что мы с этими пациентами, с этими людьми работаем. Это уже абсолютно открыто для контроля. А если поручение президента нужно выполнять и где-то оптимизировать бюджет, да, как вам было поручение. Просто об оптимизации бюджета сегодня прямым текстом нигде не стоит. Надеюсь, вы найдете способы экономить на каком-нибудь другом месте, на другой сфере. Не стоит вопрос об экономии. Вот же в чем дело. Это, знаете, вот, да, Юрий Вячеслав Юрьевич, вот Юрий Вячеслав Юрьевич Дудняк, где-то он говорил, я еще была депутатом, когда он сказал, 1% пациентов занимает, там, 40% следает нашего бюджета. Я всегда, меня вот эта фраза коробила, и она до сих пор, видимо, где-то ходит. Она ходит, вы знаете, поэтому здесь я не хочу сейчас комментировать, да, своих коллег, которые там где-то что-то высказали. Моя задача вот так, обеспечение, своевременность, как во всем, как бы, да, международном постаре. Я много успокоилась. Я очень надеюсь, что это будут не просто слова красивые, а все-таки вы все это реализуете законодательно, правильно. Субтитры создавал DimaTorzok